практика показывает что очень дорогие или очень низкие уровни да то есть это все у нас головах да то есть это определенные гипотезы что сейчас ну что наблюдаем настоящий момент сейчас первое то есть ликвидность побеждают по-прежнему у нас предоставляют ликвидности я конечно же больше глобальном плане да я не говорю сейчас о том что происходит исключительно в россии потому что в россии как бы население денег не получает но если посмотреть что происходит в мире то в мире действительно поддержка коронавирусной инфекции со стороны государства достаточно большая люди действительно получают деньги эти деньги соответственно направляются вопрос куда идти деньгам низкие процентные ставки плюс дополнительно предоставление ликвидности приводит к тому что сейчас инструменты с фиксированным доходом с высокой надежностью они практически не дают никакой доходности то есть десятилетние облигации американские дают доходность там в районе 0 5 0 6 процентов то есть этот человек соглашается с тем что вкладывая 100 долларов на промежутке в 10 лет доверяя эти деньги правительства соединенных штатов америки он соглашается с доходностью 50 центов на каждую вложенную 100 долларов в стабильных экономиках европы там германии франции это доходность на десятилетнем промежутке времени вообще имеет отрицательные отрицательные значения и получается что то что мы наблюдаем да то есть что мы наблюдаем в мире в частности на американском рынке ценных бумаг что несмотря на то что экономику вроде бы как макроэкономические показатели говорят что экономика на самом деле не восстанавливается да в принципе отскакивает по мере открытия границ окончания карантинных мер но экономика не восстановилась а там фондовые рынки американские обновили максимум другие рынки там половину падения в принципе отскочили но нужно понимать что прибыли компании действительно снижаются они действительно падают здесь основным драйвером для роста есть ликвидность предоставляемая ликвидность и мы уже в этом принципе говорили о том что центральные банки и правительство они уже заложили минус замедленного действия бомбу замедленного действия то есть она уже заложена она уже пикает она уже идет то есть ликвидность предоставлена и когда мы говорим о том что у вас количество денег в экономике увеличилось то это свою очередь приведет к тому что будут расти инфляционные риски и здесь большой вопрос возникает то есть человек будет защищать себя от инфляционных рисков что делать если завтра будет инфляция а ставки по а у депозитов тебе сейчас в Америке 0,5 хорошо, если получше. В России в Сбербанке 3,2-4%, у нас СБ снизил процентную ставку. И получается, что у людей в принципе нет альтернатив, у них нет возможности, у них нет вариантов, где в принципе они могут хоть как-то защититься от инфляции. Поэтому мы не видим такой большой приток инвесторов на рынок ценных бумаг, в рынке акций, потому что худо-бедно, у нас была хорошая отчетность по итогам 2019 года, у нас с компанией заплатили щедрые дивиденды, дивидендная доходность в наших портфелях, в том числе миллион долларов за 8 долларов в день, то есть дивидендная доходность составила средним активом в районе 5,5-6%. То есть в принципе дивиденды, которые получили по акциям, средняя дивидендная доходность составила 10%. При ставке банковского депозита 3,5% конечно же люди начинают искать альтернативу, и они ее находят на фондовом рынке. Поэтому в Америке акция обновляет максимальные значения, у нас идет достаточно бодрое восстановление, но при этом я не столь оптимистичен на среднесрочном горизонте времени, то есть в принципе я жду, что мы с достаточно высокой долей вероятности, действительно может это будут какие-то громкие слова, которые подзвучат с моей стороны, я в принципе не люблю прогнозировать, давать прогнозы на курс рубль-доллар, рубль-евро, но сейчас причин для того, чтобы мы увидели в 2021 году доллар по 100 рублей, их достаточно много. Поэтому получается, что мы можем увидеть еще и коррекцию на финансовых рынках, мы можем увидеть глобальный рост доллара, и через глобальный рост доллара мы сможем увидеть падение цены на сырьевые товары, в том числе на нефть, падение акций российских компаний, и соответственно доллар выше 100 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова